Следующего докладчика аплодисментами, подбодрим его. Спасибо. Здравствуйте, меня зовут Власова Анна. Мой доклад будет посвящен дополнительным знаниям, то есть у меня будет не совсем формальный такой доклад в рамках Анализ Дейс. Мы будем говорить обо всем практически, кроме бизнес-анализа. Мой доклад будет посвящен различным навыкам, талантам, каким-то таким классным мыслям, которые помогают аналитику добиться лучшего успеха в своей работе. Итак, я вам немножко про себя расскажу. Я сертифицированный специалист в области проектирования требований. 9 лет я работаю в сфере информационных технологий. На текущий момент я работаю в компании Simbersoft в городе Ульяновск. Итак, о чем же мы будем с вами разговаривать? Вот вы здесь все аналитики. Правильно я понимаю? Не просто же так вы попали на Анализ Дейс. Как вы думаете, какая одна из многих деятельностей и активностей является важной в жизни аналитика? Чем аналитик занимается большую часть времени в течение рабочего дня? Общается, правильно. Коммуникации. И что же нам может помочь? Какие знания нам могут помочь для того, чтобы, скажем так, ну скажем, сленгом прокачать скиллы коммуникации? Какие знания мы можем использовать для этого? Нам могут пригодиться, например, психология, неожиданно, актерское мастерство и воображение, ну и риторика. Я вам расскажу о том, какие можно использовать упражнения и практики для того, чтобы эти навыки улучшить в своей жизни. Ну и первое, о чем мы с вами поговорим, это психология. Психология – это наука, да, все мы это знаем. Для того, чтобы стать квалифицированным специалистом в этой области, необходимо получить образование. Образование как минимум 5 лет, там 4-6, я не знаю, там сейчас какая-то там двухэтапная система образования, для меня это все далеко. Но тем не менее, для того, чтобы получить образование, надо учиться. Что можем мы выцепить, мы как аналитики, что мы можем выцепить из психологии? Ну вот у вас есть какие-нибудь варианты, чем вам может помочь? А что? Конфликтология, отлично. Умение вести переговоры, знание каких-то психологических таких вот приемчиков, чтобы вот туда манипуляции, вот это классно, все здорово. Но я хотела бы с вами обсудить сегодня в рамках нашего доклада такую маленькую такую вот маленькую крупинку из психологии. Это деление людей на психотипы по восприятию информации. Вы наверняка все об этом знаете, слышали не раз, то, что существует 4 основных типа по восприятию информации. Это визуалы, аудиалы, киноэстетики и дискреты. Итак, чем же занимается каждый из этих типов и вообще чем нам это может помочь? Давайте поговорим о визуалах. Кто такие визуалы? Визуалы воспринимают внешний мир через картинки, какие-то зрительные образы, через яркие краски. Это тот человек, вообще прям такой экспресс-тест, визуал, не визуал. Это тот человек, который при первой встрече с другим человеком запомнит, во что он был одет, какого цвета у него глаза, какая была прическа, были ли чистыми ботинки. Вот это визуал. В интернете очень много различных тестов по поводу того, как выявить, кто же ты. Там порядка 50 вопросов, которые я вам сейчас задавать не буду, но вы примерно должны догадываться, кто вы по психотипу восприятия. Итак, вот мы знаем, что мы визуал. То есть я знаю, что я как аналитик визуал. Чем мне это вообще поможет в моей жизни? А поможет это вот чем. Пока не буду перелистывать. Существует две ситуации, когда мы можем вообще использовать знания психотипов в нашей жизни. Первое – это когда мы знаем, кто мы, как аналитики. А второе – это когда мы знаем, кто заказчик или кто стейкхолдер, с которым мы коммуницируем. То есть кто тот человек, с которым мы общаемся по психотипу восприятия информации. В момент сбора требований, когда мы приходим к нашему стейкхолдеру, для нас важно в этот момент знать, какой у нас психотип восприятия информации. То есть я как аналитик должна сделать все, чтобы мне было понятно, что хочет стейкхолдер. Вообще какие у него ожидания от будущей системы, допустим. И для этого я могу попросить его. Я не понимаю у вас, например, ваши записи. Давайте рисовать. Ну и вы будете рисовать какие-то зрительные образы и так далее. Вот, например, могу вам показать такую чудную картинку. Это вот Бородинская битва, если кто не понял. Вот по этой картинке Визуал может рассказать реально, что вот кто куда пошел, где был Кутузов, где Барклай-де-Толли, а где Гратион. То есть это вот, если вы вот по этому можете ориентироваться или, например, по какому-то рассказу нарисовать картинку, по которому вы потом перескажете для себя все-все-все со всеми нюансами, то это круто. Какие же техники сбора требований нам помогут как визуалу? Наблюдение за производственной деятельностью. Когда мы приходим на предприятие к заказчику или к стейкхолдеру, к нашему, да, и смотрим, что же он там делает. Мы смотрим везде и всюду. Мы запоминаем глазами, да, фотографируем, так скажем, рабочий день. Когда мы анализируем нормативную документацию. Нормативная документация может включать в себя не только текст, но и по большей части, конечно, это текст, вот, но и картинки, и схемы, и графики, и диаграммы, да, то есть я отдельно вынесла схемы, графики, диаграммы и восприятие через глаза текста. Итак, кто такие у нас аудиалы? Аудиалы ушами все воспринимают. Причем уточню такой небольшой момент, что нет чистых типов, да, есть предрасположенность, то есть мне, например, лучше воспринимать информацию через глаза, а кому-то там через уши. Но это не говорит о том, что тот, кто через уши ничего не видит, а тот, кто через глаза ничего не слышит, да. Но, тем не менее, просто так проще, так легче. Мы хотим облегчить жизнь себе прежде всего. Итак, я аналитик, и я аудиал. Чем мне это поможет? Интервью, опросы, мозговой штурм, семинар, телефонные разговоры, диктофонные записи. Все, что мы можем послушать, вот это и должна быть техника сбора требований от нашего стейкхолдера. То есть мы приходим на интервью, допустим, кладем диктофон, ну, вещай, давай. И он рассказывает, а потом мы переслушиваем и кайфуем. Как выявить то, что вы аудиал? Нравятся вам аудиокниги, не нравятся вам аудиокниги, нравится вам разговаривать по телефону, не нравится вам разговаривать по телефону, допустим. Следующий, кто у нас? Кинестетик. Кинестетик такой человек, который все воспринимает через эмоции, через собственные ощущения, через тактильные какие-то вот вещи, которым надо все пощупать, все потрогать, все попробовать. Вот он такой вот, он практик скорее, да? Если вы кинестетик, как вам вообще может это помочь? Можно попробовать, да, потрогать заказчика. Нет, мы можем поехать и работать в полях. Что это значит? Мы приезжаем на производство, только уже не ходим и смотрим, что делает там вот тот или иной дяденька или тетенька. А мы садимся и вместе с этим дяденькой и тетенькой начинаем нажимать на кнопки. То есть мы начинаем через себя, через свои ощущения, через свою вот эту вот практическую деятельность, мы начинаем понимать вообще, что от нас требуется. Анализ конкурентных продуктов. Что здесь имеется в виду? Допустим, вам поступает заказ на мобильное приложение, аналогов которому очень много. И для того, чтобы понять, что от вас требуется, просто иногда необходимо залезть конкурентом, скачать это мобильное приложение и потыкаться там. И посмотреть, а удобно, неудобно, нравится, не нравится и так далее. Пользовательские истории нам могут помочь, прототипирование, построение схем, диаграмм. Остальное не буду комментировать, я думаю, тут все предельно ясно. И если вы дигитал, дигитал или дискрет, это такой тип, который смотрит на все вещи, окружающие его, с позиции логично-нелогично. То есть мы смотрим на схему, логично, все хорошо. Мы смотрим на какой-то бизнес-процесс, да, все хорошо, логично, описано, все здорово. Чаще всего про дигиталов говорят, что это тот психотип восприятия информации, который не относится к первым трем. То есть если вы ничего из вышеперечисленного, значит вы дигитал. Итак, какие техники нам могут помочь? Анализ вариантов использования может помочь дигиталу, диаграммы различные, да, анализ логики бизнес-процессов и анализ сущностей взаимосвязи между ними. То есть мы должны нарисовать себе все, стрелочками вывести, найти какие-то причинно-следственные связи. То есть все здорово, все хорошо, когда, значит, мы все поняли. Я сейчас перечисляла то, те методы и техники сбора информации, которые помогают нам как аналитику, когда мы знаем свой собственный тип восприятия информации. Но мы же работаем еще со стейкхолдерами, да, и в какой-то момент мы не только выявлением требований занимаемся, но и приходим к нему, например, чтобы доказать свою точку зрения и убедить его, то, что предложенное нами решение, оно оптимальное, и оно единственное верное и так далее. То есть надо быть убедительным и надо уже вот в этих ситуациях, или когда мы, например, приходим согласовывать какие-то там требования, да, вот в этих ситуациях необходимо учитывать не то, кто вы по типу восприятия информации, а то, кем является тот человек, с кем вы общаетесь. Потому что, чтобы быть доходчивым, чтобы быть понятным, вам надо, чтобы вас понимали. И лучше тем способом, который наиболее близок к вашему заказчику. Если заказчик, допустим, не знает свой тип восприятия информации, то, ну, я не знаю, вы можете у него спросить, во-первых, да, во-вторых, вы можете как-то его попробовать протестить, да, то есть подложить ему там картинку, подложить ему не картинку, подложить ему схемку, и он там скажет, ой, ребят, вот это я не понимаю, вот это вообще что-то не отсюда, а вот это, да, давайте вот в этом формате общаться. И это будет полезно. Итак, какие у нас еще есть вариации? Как вы думаете, с чем нам может помочь актерское мастерство? Убеждение, да, чтобы быть убедительным. Вот это очень важно. Это тоже хорошо, замечательно, да. Бывает такая ситуация, когда, например, вам надо идти к заказчику, у вас, я не знаю, там, сломался ноготь, умер любимый хомячок, все плохо, настроение вообще просто никакого, какой заказчик, какой стейкхолдер, я вообще никого видеть не хочу, вообще можно я поплачу в углу? А надо идти, надо с ним разговаривать, и вообще надо что-то с этим делать, да? То есть что мы можем вообще вот из этого всего для себя? Надо научиться играть, правильно сказали, надо уметь делать хорошую мину при плохой игре, ее надо вот бороться с собой, надо уметь надевать маску и вот выходить как на сцену к заказчику. Здравствуйте, я к вам пришел, у меня отличное настроение, сейчас мы с вами поговорим, все будет супер просто. Какие практики существуют для того, чтобы вот эти таланты развивать? В принципе, ничего такого сложного тут и нет. И все вы это, наверное, знаете, но просто вот я вам лишний раз про это расскажу. Почему вообще я решила заговорить про актерское мастерство? Я сама играю в театр, у меня это хобби. И некоторые вот из этих практик, некоторые из этих упражнений мы делаем там. И это действительно помогает. Вот казалось бы, чтобы развить пантомим, мы играем в крокодил, активити, алиос. Все понятно, все предельно ясно. В кругу друзей собрались, и давайте практиковаться. И весело, и здорово, и полезно. Можно делать инсценировку различных ситуаций, каких-то историй, или вот в частности пословиц. Вот мне нужен сейчас самый храбрый из вас. Ну, 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 ну. Ай, идем. А вот эта вот девочка сначала. Так, а вот эту мальчику тоже иди сюда. Ты тоже пригодишься. Так, у тебя задачка вот такая. С помощью пантомимы или слов. Ну, можно слова добавлять, можешь не добавлять, но объясни залу, что тут вот написано. А ты не посматривай, ты садись вот сюда куда-нибудь. Можно пантомимы только, тогда микрофон не нужен. Это пословица. Еще раз. Ну, примерно. Про работу. Работа не волнует. Да, работа не волнует. Лиз не убежит. Спасибо вам огромное за помощь. Итак, следующее, о чем я с вами хочу поговорить. Ну, добровольец был. Развитие воображения. Я думаю, что смысла нет объяснять, чем важно воображение вообще для аналитика. Или есть кто не понимает, для чего это надо? Ну, вот молодой человек это такое. Для чего нам надо воображение? Как можно представить, как синтюнировать, где все реализовано, где все реализовано? Вот, отличный ответ. Правильно. Нам, чтобы знать вообще, что к чему и почему, и вообще уметь прогнозировать, уметь проектировать, уметь придумывать и так далее, нам необходимо воображение. А что делать, если его нет? Или оно как-то вот, маленько так потухло? Протухло? Или еще что-нибудь с ним случилось? Надо правильно, только не те, которые вы имели в виду. Надо делать упражнения. Например, можно расширять число моделей мира. Число моделей мира. То есть надо выйти за границы сознания и понять то, что та модель мира, в которой живете вы, да, ну, можно с помощью веществ, если без этого никак. Ну, что ж теперь. Только надо легализованное, чтобы было все. Вот, надо понять, что та модель мира, в которой живете вы, она не единственна в своем роде, да. То есть есть другие модели. И надо как-то с этим научиться жить, это принимать и это использовать. Читать. Тоже отличная практика для развития воображения. Какие упражнения можно сделать? Например, есть такое упражнение интересное. Разгадывание друдлов. Кто-нибудь знает, что такое друдл? Никто не знает. Хорошо, сейчас я вам покажу. Что это? Это дудлы. Это друдлы. Окей, придумывание историй. Но придумывание историй тут что имеется в виду? Едете вы на работу. Долгая дорога. Там электричка. Или вы едете в командировку и там летите на самолете. Что делать? Убрать телефон и включить воображение. Рассматривать людей вокруг и придумать про них истории. Почему этот человек вот так одет? Куда он едет? Почему у него такое настроение? Почему у него такая прическа? А кто его там ждет? А что было до того, как он сюда сел? А почему он сел именно на это место? А он сегодня выспался. Задавать себе вопросы, придумывать про окружающих себя людей. Вот такие вот истории. Можно описывать картины, допустим. Или какие-то картинки. И вот таким вот образом, не знаю, там внедряться в мозг художника и пытаться ответить себе на вопрос, а почему это именно так, а не иначе? Почему так вот художник видит это все? Друдлы. Вот они какие. Друдлы – это маленькие картинки, которые не несут особой смысловой нагрузки, но они имеют несколько интерпретаций. И в зависимости от того, насколько развито ваше воображение, вы можете придумать очень большое количество интерпретаций вот этим друдлам. Например, первая картинка – вот эта. Так, мне тут говорили, что тут такая штучка есть. Вот эта картинка. Что здесь нарисовано? Луна, пицца. Что еще? Сыр. Чашка Петри. Что еще? Печенька. Да, классно, молодцы. Что здесь нарисовано на втором друдле? Укроп, зонтик. Кумулятивный снаряд. Вот, кумулятивный снаряд. Нога птицы, да, вот так вот упала где-то птичка. Здорово. А вот на нижней картинке, что, как вы думаете, нарисовано? Часть снежинки. Часть снежинки, змея. Часть снежинки. Девушка на пляже. Молодец. Что еще? Я, например, вижу то, что вот здесь вот кораблик, а тут вот айсберг. То есть нос корабля и айсберг. То есть у кого что, вот такие вот простые упражнения нам помогают вообще задуматься, а у нас воображение-то есть или нет, и как-то его развивать, да? И о чем еще я хотела бы сегодня с вами пообщаться, это риторика. Время у меня еще есть, да, все хорошо? Риторика. Что нам дает риторика? Для чего нам она нужна? Для выступления. Ну, для выступления, во-первых, да? Вообще красной нитью у меня через весь доклад идет то, что мы должны быть убедительными, понятными, доступными для заказчика или для тех людей, с кем мы коммуницируем. То есть если наша большая часть рабочего дня проходит в коммуникациях, надо вообще уметь выражать свои мысли, да? И риторика – это наука о том, чтобы быть убедительным. То есть это смесь и актерского мастерства, и ораторского искусства, и всего-всего-всего-всего, которое позволяет нам вот просто прийти, выразить свои мысли и быть понятными, да? Вот сейчас мне молодой человек пригодится. Есть замечательное упражнение по поводу того, на каком уровне у нас риторика находится. Мне хочется, быстренько мы сейчас его проведем, мне хочется, чтобы вы взяли блокнотики, ручки и открыли чистый листочек, чтобы у вас был. Задача следующая. Я вам даю картинку. Никто ее не видит. Видите только вы. Вы словами описываете эту картинку так, чтобы все поняли и однозначно нарисовали то, что вы сказали. Это к вопросу о том, насколько собеседник понимает смысл ваших слов, да? Думает ли он об этом же? Хорошо, все готовы? Так, ну я подержу микрофон. Окей. Стараться быстро надо. Да, хорошо. Абстрактная картина. Некоторый прямоугольник, расположенный горизонтально, будет нашей рамкой. Нарисуйте такой прямоугольник. Можно вот отчертить треть вертикально расположенного листочка. В левом верхнем углу расположен небольшой квадрат. Он где-то одна пятая от столбика всего. Вот если разделить на столбик, то квадратик маленький. Точно такой же расположен справа. То есть такие уголки, обозначенные квадратиками. Теперь, в левом нижнем углу расположен равнобедренный треугольник. Если вот вы... Его основание в два раза больше квадратика, а вершина расположена по горизонтальной линии симметрии нашей рамки. Так, окей? Фидбэк мне должен тут быть. Вы просто описываете свои мысли. Хорошо. С левой частью рисунка закончено. Теперь смотрим на правую. Вот у нас там был маленький квадратик. Берем его левый нижний угол. И этот левый нижний угол будет правым верхним углом большого квадрата. Это будет большой квадрат, и он практически будет... Его нижняя граница будет ниже линии, горизонтальной линии симметрии этого нашей рамки. Картин. Ну, окей. Нарисовали этот квадрат. И теперь переходим к его левому нижнему углу. Опять. Вот такая цепочка получается. И представьте, что между этим левым нижним углом и нижней границей нашей рамки нужно впихнуть круг. Он как будто катился по нижней границе рамки и вот так вот встрял. Он почти-почти проскользнул между нижней границей этого квадрата и нашей рамкой. Но ему не хватило. Поэтому часть этого круга вот так вот слева осталась. Все? Ну, да. Я описал все формы, что ли. Спасибо вам большое. Сейчас мы узнаем, насколько ваши ораторские способности идеальны или нет. Если у всех, кто участвовал вот в этом вот эксперименте, получилась вот такая картинка, то молодой человек гений. Нет, вы люди, с кем аналитик общается. То есть аналитик приходит вам и вот так вот выражает свои мысли. А вы понимаете это абсолютно иначе, да? То есть он пытался вам донести вот это, а вы поняли то, как вы нарисовали. Вот поэтому вообще сам смысл вот этого упражнения в том, чтобы взвешивать каждое свое слово. То, что мы когда приходим, вроде бы, казалось бы, простая картинка, ничего сложного нет. Но чтобы ее правильно нарисовать, нужно взвесить и подумать каждое слово. Вот о симметрии, там вот это все. То есть вот когда заказчик вас не понимает, лучше такие слова, например, не произносить, да? То есть, я не знаю. У нас был такой экспириенс, когда эту картинку описывали так. Гипотенуза к левому нижнему углу прямоугольника. Что такое гипотенуза к левому нижнему углу? Ну, в общем, вот так. Итак, о чем я с вами еще хочу поговорить? А больше ни о чем. Спасибо вам большое, я надеюсь, вам было интересно. Расширяйте границы своего сознания, черпайте из разных областей знаний то, что вам пригодится в вашей основной работе, и будет вам счастье. Есть ли вопросы? Тогда спасибо. Спасибо, Анна. Коллеги, не забываем ставить смайлики на выходе из аудитории. А мы продолжим через 25 минут, не раньше. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...